Придумайте слово русского языка, которое имеет горизонтальную ось симметрии. То есть слово, запись которого есть вот так вот. Говори слово. Око. Кто? Око. Око. Отлично. Ещё говори. Шалаш. Не имеет. Потому что, смотрите, вот шалаш переворачиваешь, получается, ну, лучше включить букву Д, да? Анна. Анна. Переворачиваешь и с буквой А получается вот это. Нет горизонтальной осью симметрии. Хотя, кстати, Анна обладает другим свойством. Оно. Анна – это слово, которое обладает вот такой вот вертикальной осью симметрии. Пожалуйста. Сок. Что? Сок. Сок. Очень хорошо. Можно? Сок. Оно. Оно. Кок. Оно. Сок. Оно. Пожалуйста, можно? Конечно, можно. Сок. Не слышу. Сос. Что? Сос. Сос. Ну, дело в том, что сос, его лечит по-английски. Носок. Это интересно. Так, все, с горизонтальной осью уходи. Нос, сон. Нос, сон. Нос и сон. Нос и сон. Нос, конечно, да. Сон. 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 Так, все, 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 хватит. Горизонтальной осью. Хватит. Теперь вертикальная осью симметрии. Анна говорит. Шалаш. Шалаш, очень хорошо. Теперь шалаш, ребята. Да, да. Говори. Аула. Кто? Аула. Аула. Мадам. Мадам. Да, там есть не такая осью симметрия тоже. Прошу вас. Летел. Не слышу. Летел. Кто? Летел. Летел. Такой глагол, да? Летел. Тел. Выносим вас огорчить. И переворачивание буква Е у нас запишется по-другому. То есть, когда вы будете отражать симметрично, получите так, как вам и кванта существования. И просто это считает, существует. Поэтому летел, слово не годится. Слово летел, не годится.